Всем привет дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ и как вы уже поняли сегодня мы начинаем проходить с вами Мафию 3 Я в нее не играл, но слышал наверное так же как и многие очень много негативных отзывов Но это в общем-то большое значение не имеет, потому что будем формировать свое мнение об игре, погнали Да, я ее так как обычно протестировал Вроде запускается, бегает, прыгает Сейчас посмотрим, что здесь Действия игры Мафия 3 разворачиваются на американском юге в 1968 году Мы стремились создать реалистичный и живой мир, который максимально полно отражал бы все Нам расизм в выражениях, поведениях, убеждениях героев игры отвратительен, но мы твердо уверены А самое главное, мыуждены, что обойти молчанием эту часть нашей истории, что уже реальность, коли постыдную Было бы оскорблением для миллионов тех, кто страдал и до сих пор страдает от дискриминации, ксенофобии, предубеждений, расизма во всех их проявлениях Ангар-13 от студии Короче, опять про расизм, понятно Торговая палата Нью Бордо представляет 2К представляет Производство Ангар-13 Дядюшка Лью, Нью Бордо, современный город с традиционными ценностями американского юга Отец Джеймс, я недооценил, как далеко он был готов зайти, на что он был способен Не забудьте заглянуть в старинный французский квартал и оценить местную кухню в любом из наших пятизвездочных ресторанов Убить их было недостаточно, Линкун Клей хотел оставить с их помощью послание Или проведите день в бою, наслаждайтесь великолепной природой Сэл Маркана понятия не имел, к чему приведут его Нью Бордо, безопасное место для отдыха с детьми, почему бы не провестите свой следующий отпуск? Этот город пережил войну 1812 года, гражданскую войну и бог знает сколько ураганов Но Линкун Клей, объявивший войну преступностью, нанес городу урона больше Чем все войны и ураганы вместе взятые Мафия 3 Мать бросила Линкольна в 47-м, через пару лет после его рождения Говорили, она была доминиканкой, и я всегда считал, что отец у него был белый Отец Джеймс Баллард, посадитель храма на пенсии Возможно, даже итальянец Впрочем, какая разница? В те времена было так Выглядишь как черный, значит черный Думаю, и сейчас так же В приют он прибыл до 58-го года Пробыл Когда вы познакомились с Линкольном Клеем? В 66-м я проводил спецоперации с базы в Лаосе По заданию ЦРУ Мне его выдали из объединенной оперативной группы ЦРУ и Министерства обороны США Он был тихим, хорошим мальчиком Два пурпурных сердца Бронзовая звезда Крест за выдающиеся заслуги Он служил своей стране с честью и достоинством После того, как городские власти закрыли приют, Линкольн связался с Сэмми Робинсом Сэмми был главарем черной банды в Делре Хэллоу Не могу сказать, что я это одобрял, но в те времена у цветных мальчишек из приюта выбора особо и не было Мальчик вроде Линкольна, брошенный родителями, всегда ищут дом, ищут где бы их приняли, как своих Думаю, именно это он и хотел найти в армии Проблема в том, что однажды потеряв свой дом, больше его уже не обретешь Вернувшись с войны, он снова связался с Сэмми Сэмми тогда подложил итальянцам кучу денег, ему была нужна помощь Линкольна Очень жаль, что все так случилось, у меня сердце кровью обливается Нью Бордо, Луизиана, 27 февраля, 68 года, праздник Маргигра Фэт Гатор Так, это кто? Это, видимо, Линкольн и есть Да, нет, что они говорят, это самая чокнутая история в моей жизни Используют настоящие деньги для... Слушай, это не наши бабки, а скалеты И вообще, семечки по сравнению с тем, что мы оттуда вынесем Это все, что мы должны спалить? Да, это все Возьми ключ от грузовика и валим отсюда Скалета, скалета, скалета Итак Знамение времени, дополнение знамения времени успешно установлено, но станет доступным, когда Линкольн соберет свою команду Дополнение старой счета успешно установлено, но станет доступно, когда Линкольн соберет свою команду И контент быстрее детка установлен, тоже доступен, когда соберет свою команду Итак, взять ключи Так, сейчас посмотрю, друзья, мы... Камера справа, она вам не мешает Задание слева вы видите, все, погнали Погнали, так, возьми ключи, чувак Перемещение камеры У, слушайте, ну я машина прям, я считаю Вообще Мне так кажется Вам так не кажется, друзья, что мы просто Машина для убийства Так Не уверен, стоит ли так его оставлять Он грузовик пригнал, как мы и просили Даже напарника пришло, чтобы все выглядело Но если сомневаешься, зачем рисковать Так Что здесь Так Зачем рисковать Сесть в броневик А он нам нужен? Он нам не нужен Зачем он нам нужен? Нам нужно сесть в броневик Слушайте, ну видок у меня, конечно, мое впечатление Нам пора валить Ключо у тебя, можешь садиться за руль Давай свалим нахрен отсюда А как мне сесть за руль? Я с таким видом хожу так Отсюда выйду я? Да, конечно Нам пора валить, пошли Пинкертон Специальный класс Доехать до казначейства Нет, 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 нет Так, это, конечно Сейчас я все это вырублю Все До свидули Мне эти проблемы с авторскими правами Не нужны У нас даже зерцал у заднего вида Тут есть О, это в стиле первой части сделали GPS Поедешь в город, веди аккуратно Нам только копов не хватало Так Это чертов придурок Там он вообще не знает, во что ввязался Какая его доля? Около того Да он ее и не потратит Федералы будут за каждым его чихом Сидеть до конца жизни Может лучше бы его просто пришибли Если я чему и научился в авитаве Так это тому, что устроить ухер Никогда не мешает Отвечу все общее внимание И тихо свали Так скажи мне, что это было самое ненормальное Все, что там видел Слушай, друг, я честно плачу налоги Я имею право знать Два шмаркана платят налоги? Конечно, забыл За что Аль Капоне посадили? Блин, я не успеваю читать Мы были на побережье, что он говорит, в Куангай Эвакуировали гражданских, пока бьеткомковцы не пришли В общем, сажаем мы их на медицинский катер И тут подходит эта баба В одной реке ребенок, в другой свинья на поводке Она идет в трапу, а наш парень из военной полиции Ей говорит, что с собой можно взять только кого-то одного И она выбрасывает воду ребенка У парня сносит крышу, он приказывает кому-то прыгнуть за ребенком Орет бабе, какого черта она творит? Знаешь, что она ему сказала? Сказала другого рожу Бога душу, мать Ну, ты сам спросил Да, я думал, ты расскажешь про кого-нибудь узкоглазого, которому хер-бомбу оторвал или типа того Это же черт возьми Она ведь не виновата Ты просто не понимаешь, там такие условия Господи, если слушай Вот ты живешь, скот пасешь, рис растишь А на другой день у тебя все разбомбили Если человек прижать стенки, он что угодно сделает, чтобы выжить Чтобы выжить Надеюсь, это была самая вкусная свинья на свете Почему у нас так тяжело загружается игра? Игра очень тяжело идет Да, история зашибись, конечно А что будет, если мы на красный поедем? Так Хулиганин, друзья, хулиганин, да Километр двести ехать Какой кошмар Что-то игра как-то тяжко работает Не могу понять, почему Привет ФПСу Доехать до казначейства Текущая цель Текущая цель Да 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 Пора проверить, чего стоят эти поддельные документы Сейчас развернемся Да, с ФПСом что-то вообще беда Да 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 Назад Какому-то там двору что-то Некоторые из этих парней иногда выражаются грубовато Думаешь, меня раньше никто ниггерами называл? Я знаю, просто хотел сказать, что если я подыграю, то не обижайся Единственное, что меня волнует, это добыча денег Ну, давай, выйдем Если я скажу что-нибудь про жару, значит пора Войдите в здание казначейства Ну, давай Продолжение удостоверения, предложите удостоверить не личностей к стеклу Какого хуста-то говню кто делает? Равноправие, все дела, сам понимаешь Вся страна вокруг туалета крутится, мать ее Давай за мной А ты иди и забери мешки с грузовика Снесешь их в комнату с печью Сколько тут всего? 238 546 долларов, почти все мелкими купюрами Я скажу мисс Гейл, чтоб позвонила вам в офис, когда мы тут разберемся Она подтвердит, спасибо Бери деньги, парень Ну, а где деньги? Так Ага, взять деньги Ладно Не вопрос Еще возьмем одну? Конечно Следовать за охранником Ну, с этим я не побегу Мы просто машина, я считаю Лютая Надо проверить этот обрез Оружие у тебя есть? Я еще учусь Хорошо Одной чертовой заботой меньше Заберешь на выходе Комната с печью внизу в подвале Сюда Не видел вас тут раньше таких Я на время в Джорджию уезжал А он только отслужил Мой кузен Мой кузен сюда уже год попасть пытается Два срока на флоте отрубил Медали нахватал Вешать некуда Правительство ему типа спасибо, конечно, но ни хрена Да Да это полное дерьмо Тупее не придумаешь Печальный этот день Когда богобоязненный белый человек Работу получить не может А любого ниггера сходу берут Че дальше? Надеюсь, вы придурки делом там заняты Да ни черти чем Да иди ты Господи, ты посмотри Я не знал, что у вас тут столько золота Вашингтон его туда-сюда перемещал из-за войны Сперва все тут, затем едет в Даллас, потом обратно сюда В этом ни хрена нет никакого смысла Ну вот мы и пришли Так, че, когда убивать будем? Положи деньги на стол Ну хорошо, давайте положим деньги на стол Раньше никогда этого не делал Всегда думал, что это печь больше Дело свое делает Только дымоход иногда забивается Черт, жарковато тут Мы раньше углем пользовались, но год или того на мазут перешли Огонь держит более ровно Устранить охранника Незаметно нейтрализуйте врагов, используя бесшумное устранение Нажмите B Я тоже не хотел, пока это не увидел По крайней мере, теперь никакой сажи на стенах Ну и козел он был Так, там надо идти Дэни и Элис могут появиться в любой момент Туда нельзя его кинуть? Вот сюда, например Блин, нет Ты возьми на себя охрану Я знаю, что я делаю Что там? А, нажмите, чтобы пригнуться Разобраться с охранниками Но она Так подинамичнее выглядит Ну, они оба спиной стоят Ну, видите, как красиво Он увидел Ну, и что идет? Ну-ка Шкала здоровья Вы тяжело раненые Так Так Я вообще ничего не понял, что надо делать У меня оружия нету Это все очень странно, но ладно Что делать? Что делать? Где оружие? Что делать? Что так долго вооружается? Так Ладно Вот как он повернулся Да Ага Угу Ага прекрасно смена оружия меню оружие удерживайте lbs пользу тер для выбора оружия потом отпустите лб быстро смена оружия убрать оружие крестик вверх или нажмите x меню оружие так вот так перемещать перекрестие прицела переключим да подожди сейчас откроем да я научусь оружием управляться я хочу сюда зайти нельзя сюда зайти тому суть кружка прикольная не но она динамичнее смотрится конечно быстрее управляется он легкий невесомо надеюсь комбинацию достал шоколета сработает скалета так это вито мы люди вито у тебя проклят ладно давай гадзилла твою ж мать красотища так тут я всем займусь а ты снаружи тащи все что сможешь как только парень с буром пройдут насквозь начнем это все сбрасывать офигеть они собираются грабить все черт ты сигнализацию задел мать твой черт откуда мне было знать что эта решетка на другой системе ладно будем сдерживать охрану пока дэнни бурит эй у нас все выгорит ох линкольн так ладно ну конечно теперь хотя бы этим воевать можно как перезарядка не перезаряжается что ли оружие у нас нету здесь региона да ладно что-то оружие это пистолет зачем какой-то пукалка ощущается так ну-ка хорошо так удобнее стрелять конечно мои замечания учтены у нас есть кресть крестик из-под укрытия пойдемте помощь прицеливание при игре с геймпада можно установить помощь прицеливания и в прицеле на низкий или высокий уровень или совсем отключить для на настройки нажмите так установите настройки управления так я могу таскать не более двух видов оружия болен это обидно это очень обидно я думал сейчас повоюем что там надо выломать дверь арсенала да подожди дай сюда эту штуку так взлом замков этап 1 обнаружить замок передвигайте курсор пока он не окажется в зеленой зоне затем нажмите x этап 2 выдавите замок нажмите x когда индикатор находится в зеленой зоне так ай-яй-яй-яй ага все поломали взять пулемерт хардман вот это прям хорошо это прям хорошо 100 патронов тут есть что-нибудь так это что аптечка 1 так и пользоваться а по крестик что-то да надо было нажать кидать дымовую черт чувак эти парни серьезно настроены во витаем бывало и хуже немного дыма еще никому стой у сейфа следи за буром я разберусь с этими говнюками сами везде были свои люди один работал в химчистке и стянул форму который день ограбления видели джордж маркану линк он клей отдельный другой был уборщиком федеральном казначействе нарисовал примерный план ограбление казначейства было идеально спланировано и невозможно без участия сэмми робинсона линкольна клэя и остальной черной банды 20 февраля 68 год неделя до праздника марни гра интересно только из вьетнама так точно я сам на тихом океане воевал морпех поверь мне оказаться дома еще не значит вернуться понимаешь дминь и бэк и инстинь и буран и местные люди они они не понимают и никогда не поймут и главное не вязывайся него что извини я опоздал на мосту задержался да ладно простите сэр я ищу своего сводного брата линкона клэя вы его не видели псих который взорвался если хоть на минуту опоздаешь поцелуй меня в жопу вот он когда ехал впервые за четыре года мы не приказывали куда ехать что делать и как так что лучше некуда что у старика нового чёрт братца лучше не спрашивай ему давно пора вытащить голову из задницы то есть как обычно ты себе не представляешь брат твою мать телес она отлично выглядит прям совсем не изменилась даже я усвоил что твою тачку лучше не трогать ну что я готов ехать домой серьезно так задать маршрут нажмите чтобы открыть карту затем нажмите а в точке назначения выбрать задание на карте нажмите x для просмотра глав и с помощью л прокручиваете цели так и что это у нас задание new bordeaux доехать до бара сэмми нужно только поделиться похоже обстановка дома оказалась не такой спокойной как вы ожидали так ну понятно 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 rt масштаб так а задачи все где ага только одна вот она ясно французский квартал фейско филдс у карта здоровая ладно так уж сами все путем такая мыльная и французский в 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 так я не краску царапаю ну да поцарапал я краску хулиганин хулиганин здесь какая динамика вообще другая ощущается все совершенно иначе внимание полиции полиция станет враждебно если вы будете совершать преступление вести себя подозрительно решать пдд в зоне их внимание внимание полиция обозначается синим медикатором в центре экрана кто-то там переехал в эмпайр был и стал там толкать травку примерно через год времена занять не надо ли мне короче смеюсь назад марте звонит и говорит что они переходят на героин и нужен партнер в наших краях я не могу себе вряд ли сами это понравилось я ему про травку никогда не говорил от него никому никого вреда но при этом если надо что тут ограничение скорости есть полиции здесь нету нету по хулиганин джорджи говорит что так у меня не получается знаете что ограничение скорости так дело так короче он предложил какое-то дело так сходят в клуб когда наш друг обустроился внимание полиции как два мешка для картошки только пустые конечно случайно мать твою да иди ты старик мне реально повезло что жив и остался в общем рейджи для тебе рейджи для тебя позор и джин поверь что и тебе увидите обо всем забудешь это факт за ней половина парней халлоу убивается все хотят с ней гулять но она всем отказывает он тебя и ждет и и ты знаешь куда вот видишь старик один взгляд у тебя тут же колом встанет 300 метров осталось не могу успеть перевести друзья в движении и это субтитры читать ну ладно думаю научусь приехали до приехали воду на зеленая стрелочка ну может и поедешь и чё дальше да кто это что эти женщины хотят свалить в туман посмотрите кто перед вокзалом отирался рад тебя видеть привет слушай парень я тебя посылал за линкольном клеем они за здоровейным ниггером который его сожрал черт побери старик я наконец побывал в таком месте где умеет готовить добро пожаловать домой сынок как ты будет лучше когда прокинуть стаканчик самогонки да уж от кукурузного виски ты никогда не отказывался хочу сказать тост мой отец говорил что человек чего-то стоит только если он сумел изменить мир вокруг себя когда линкольн не в первый раз заявил что хочет в армии я был против слишком опасно так я ему сказал пусть они там воюют как-нибудь сами я ему сказал но потом я понял что линкольн должен оставить свой след именно это он и сделал я тобой очень горжусь парави полинком за линкольна вы не венную и мои сон чё он сказал за линкольна а мизом а мизом а мизом на тебя видит ли я молился за тебя я очень ценю это святой ответ ну что кто готов нажраться в хлам отец джеймс баллард трудно объяснить каково это вернуться с войны восторг страх чувство вины лейшин пиа и 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 выхода нет и каждый ваш страх каждый ваш кошмар они с вами в этой комнате и некуда бежать от всего этого а потом дверь вдруг распахивается и можно выходить раз и все только вы к тому времени уже примирились со своими кошмарами со страхом смерти и теперь вы боитесь это все бросить но разве у вас есть выбор каждому солдату приходится выходить в эту дверь рано или поздно черт как же от этого вискаря по утру мути черт да проспишься и делов в твоей комнате все как было я в подвале устроюсь в подвале какого хрена ты там забыл утром увидимся старик война тебе совсем крышу снесла лечь спать нужно только поделиться они очень интересный стиль повествования выбрали что это плейбой но понятно сюда здесь что тут ничего не открывается опа картина варгаса так а здесь что есть нет сейф так подождите а тут может уж как-нибудь картина есть ну-ка хочу я в подвале лег вы не знаете друзья чё меня в подвал потащила слушайте мне только агрессивная анимация ходьбы ваще спим война приснилась война приснилась поговорить сами и элисом доступны новые записи надо будет посмотреть что тут за записи посмотрите на эту машину посмотрите на эту машину мы с трудом в конце с концами свалим а то вдруг платим за всю эту еду не выражайся мы бы в это не влипли если бы ты меня слушал а что влипли тебе беспокоиться не о чем линкольн у меня все под контролем под контролем черт да откройте глаза сопляк второй раз как хочешь старик не трогай его пусть успокоится может объяснить чего он так сбеленился у нас тут некоторые проблемы с гаитянами но как я уже говорил у меня все под контроль что ж машины загружены думаю нам этого хватит на может мне позже вернуться в честь того что ты вернулся к нам живым и невредимым я сделал пожертвование отцу джеймсу это еда которую он может раздать нуждающимся семьям я надеялся ты мне поможешь линкольн заодно и на окрестности посмотришь ваши разборки с гаитянами это серьезно да ты же знаешь элиса кого-то коса на него посмотрит он уже кидаться готов как собака как я говорил я могу вернуться попозже глупости пусть линкольн погуляет проветриться пообщайтесь немного вам это только на пользу пойдет интересно вперед там люди еще ждут я и да я видел линкольна пару раз когда он вернулся он говорил мне что хочет уехать из города собирался в калифорнию какой-то армейский приятел обещал устроить его на работу на судоверфи он и вернулся только за тем чтобы попрощаться с элисом и сэмми но тут он выяснил что у сами проблемы с гаитянами решил остаться и помочь эти гаитяны были ребята довольно неприятные но отговорить линкольна никто не мог как бы сильно не изменился на воне но всегда был предан своей семье ордови элси марка ланкин was always love ну я думаю дорогие друзья на этом можно серию закончить нас тоже возвращение с войны только теперь не с отечественной вернее со второй мировой как во второй части а с вьетнамской шесть дней до праздника марби гра если ты поедешь что там будешь делать сварка скорее всего 3 мейса учеником для начала так дорогие друзья все я еще на записи посмотрю на что-то фризит она пока не знаю почему я сейчас кручу смотрю на второй экран дичь какая-то ладно будем разбираться надеюсь разберемся ссылкам на плейлист в описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на инстаграм ставьте лайки пишите комментарии жмите колокольчик всем до новых встреч и всем пока